МАГОМЕД МАХАТИЛОВ Коронавирус оказывает большое влияние на ситуацию и в России, и в Дагестане. Мы наблюдаем за развитием, за тем положением вещей, которое есть в Дагестане. И о том, как это влияет на работу министерств, как это влияет на общество, на каждого индивидуума, мы поговорим с нашим гостем, в гостях программы подробностей по тематам Амарова, сельминистра по делам молодежи. Вадима Амаровна, так оказалось, что не только телевидение, но и ваше министерство, в числе тех, которые активно работают в этом направлении, представители волонтерского корпуса, представители других структур Минмолодежи, они работают, они встречаются с людьми, они выезжают по адресам, раздают помощь. И в этой связи, естественно, акция «Мы вместе», это российская акция, которая реализуется, в частности, и вашим министерством. Скажите, пожалуйста, более подробно о той работе, которая проводится вашим ведомством. Как вы уже сказали, наше министерство не могло оказаться в стороне от той большой работы, которая начата, и которую нужно делать и продолжать делать. Потому что мы люди, которые находимся на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Почему? Потому что наша задача оказать населению максимальную помощь в доставке продуктов, в оказании психологической помощи и других направлений. Первоначально стартовала общероссийская акция «Мы вместе», которая предполагала помощь пожилым людям, старше 65 лет, и маломобильным группам населения в покупке продуктов на тот момент, когда они оказались изолированными в связи с тем, что относились к группе риска. Но постепенно вот эта федеральная акция, она получила несколько иное наполнение. Она не поменяла своего формата, но к этому направлению добавилось много другого. Потому что карантин, как оказалось, это не только самоизоляция, это еще и закрытие многих учреждений, это изменение социально-экономической ситуации, это удар по тем людям, которые находились в сфере обслуживания, которая сейчас оказалась закрыта. То есть, если раньше предполагалось, что это пожилые люди, которые оказались без возможности выйти в магазин и купить, то сегодня мы понимаем, что это огромный пласт людей, которые раньше каждый день выходили в город или из дома, и они зарабатывали 300-500 тысяч рублей и с этими деньгами возвращались домой и кормили свою семью. Но сейчас, когда закрылись многие предприятия сферы обслуживания, это питание, рестораны, кафе, это парикмахерские, автомастерские, партняжные мастерские, швейные и так далее, то есть мы столкнулись с тем, что вполне трудоспособное население оказалось без средств существования и, собственно, им неоткуда это взять. И, как ни странно, в этой ситуации пенсионеры и люди, которые получают, и бюджетники, которые раньше относились к людям с не очень высоким доходом, они более защищенными оказались в этой ситуации, чем те, кто бы относились к категории самозанятых. Поэтому вот это новый фактор, который раньше не предполагался. Потом появилась ситуация с потребностью психологической помощи. Одно дело, когда люди находятся в самоизоляции и у них возникают те проблемы, которых раньше не было. Другое дело, это те самые самозанятые, которые оказались без работы и под грузом этих проблем у них возникли психологические проблемы. Третье, это дети, которые оказались в ситуации дистанционного обучения, не готовые к тому, чтобы видеть своего учителя только по телевизору, гаджет, по экрану своего гаджета и так далее. То есть возникла проблема еще и психологической помощи. Поэтому на сегодняшний день акция «Мы вместе» перестала быть акцией только покупки лекарств и продуктов на средства заявителей. Сегодня Дагестан объединился как никогда, как мне кажется. И в этом, наверное, заслуга всего населения, потому что сейчас оказывается огромное количество благотворительной помощи. Подключились меценаты, благотворительные фонды, Министерство труда и социального развития, фонд борьбы с онкологическими заболеваниями Лейлы Керимовой. И сегодня потребность в доставке вот этой помощи, она огромная. И вот эта потребность закрывается Министерством по делам молодежи. Каждый день мы сдаем в режиме ежедневного отчета информацию по тому, сколько продуктовых наборов развезено волонтерами республики по заявителям по конкретным адресам. Есть какие-то цифры? Да. На сегодняшний день, вот на утро сегодняшнего дня это 41 147 продуктовых наборов развезено. Есть обратная связь, естественно. Создаются различные штабы оперативные в министерствах, в муниципалитетах. И я знаю, что создан колл-центр, который в данном случае именно с тем инструментом, который позволяет реагировать на сигналы со стороны населения. У нас в Министерстве по делам молодежи, я вообще называю наше ведомство спецназом органов исполнительной власти, потому что мы идем туда, когда еще кто-то еще, где есть непонимание, а как делать. Потому что на сегодняшний день, когда возникает какая-то критика деятельности, руководства и так далее, мне хочется всем сказать, ребята, вы поймите, мы находимся в ситуации пандемии такой, которой никогда не было, и с которой мы не сталкивались. Люди отвыкли от такого состояния опасности, на самом деле на нашей обозримой памяти этого не было. Магрит Абдулайович, абсолютно согласна. Сегодня Министерство по делам молодежи, понимая, что у нас есть горячие линии многих ведомств, но они отвечают на какие-то конкретные вопросы. То есть горячая линия Минздрава, где работают круглосуточно наши же волонтеры, она отвечает на вопросы, связанные по здравоохранению. горячая линия Министерства труда, она отвечает на вопросы, связанные с разъяснением по федеральным выплатам. Они тоже принимают заявки, но так как они дают в течение пяти, шести, десяти минут консультацию, как получить ту или иную федеральную выплату, положенную в условиях коронавирусного времени, то их горячая линия все время закрыта, занята. Она не закрыта, она занята. Поэтому благотворительные фонды, которые просто зашиваются от количества заявок, которые раньше такого количества заявок не было, они прямо говорят, мы справляемся с нашей базовыми потребителями, которые были раньше, но сейчас идет огромный запрос, которого раньше не было. И поэтому горячая линия Минмолодежи это та, которая интегрирует все. Телефон горячей линии Минмолодежи это 8 800 234 50 55. Ну, вы можете видеть этот номер на экране, и если вдруг возникает такая ситуация, естественно, можно обратиться, и в данном случае ваш сигнал будет услышан. Но мне хотелось бы все-таки пояснить, в отличие от горячей линии Минздрава, где находятся наши волонтеры круглосуточно, поскольку если есть потребность на медицинскую помощь, она должна оказываться прямо вот срочно, то горячая линия Минмолодежи она ограничена во времени с 9 до 6 часов вечера, но ежедневно. Понятно. Ну, я понимаю, что наш народ и он всегда отличался мобильностью высокой существенной организации в случае какой-то ситуации чрезвычайной, будь помощь во время аварии или ЧП и так далее, и в этой ситуации, конечно, надо отдать должное и честь и хвала тем людям, которые неравнодушны к болям, к тревогам и к нуждам своих земляков. вы упомянули о психологической помощи. Это, скажем так, ваша первичная тема. Вы, кандидат психологических наук, занимались именно в этой сфере долгое время. Естественно, она вам ближе. И я знаю, что работает специальная программа психологической помощи, очень оригинальное название «Дневной косяк». И вы, как специалист, приглашая различных экспертов в данной области и в данном направлении, по разным направлениям, вы затрагивали различные темы. Основные темы, которые вы уже упомянули и которые стоит, наверное, повторить, это психология замкнутого коллектива или ячейки общества. Семейные отношения это в нынешних условиях, условиях испытания абсолютно такой изоляции, она всегда вызвала интерес специалистов. Не зря исследовались в таких условиях. Но тут в данный момент это просто наверное, колондайк для психологов, потому что после изоляции и карантина в Юхане, допустим, специалисты были юханский синдром, огромное количество разводов после двух месяцев совместного проживания. То есть супруги не выдерживали вот этого прессинга постоянного внутреннего общения. Это один вопрос. И второй, конечно, и администрационное образование. Потому что мы понимаем, что эти две темы, они вот наиболее, наверное, будоражат наше население, особенно то, что касается образования младшеклассников. Это наиболее наверное интересно. По первому вопросу наверное проще всего ответить, потому что мы действительно запустили, дважды в неделю выходит прямой эфир нашей молодежной психологической онлайн-гостиной «Дверной косяк». Это название не случайно, потому что дверной косяк это часть крепления дверей, то есть это символ дома. С другой стороны косяк на одном из сленгов означает неудачу. И вот наша задача чтобы быть дома, быть просто сидим вместе, а не заперты вместе, и решать все те проблемы, которые возникают в самоизоляции. И вот тут мы параллельно переходим на второй ваш вопрос по дистанционному образованию, потому что это тоже стало темой нашего эфира. Там выступал директор центра «Псифактор» Самарсен Набиджи Браилов, и мы говорили о том, что происходит с детьми, которые дошкольного возраста, с детьми школьного возраста, причем младшие школьники и старшеклассники, и собственно студенты. Если со студентами более-менее понятная ситуация, большинство вузов очень хорошо сейчас сориентировались, и тот рекомендуемый очень долгое время федеральными государственными стандартами определенный формат дистанционного образования наконец-то начал отрабатываться, где-то лучше, где-то хуже, можно вообще просто поприветствовать, замечательно работает сейчас Дагестанский государственный университет, просто вот Дагестанский государственный технический университет, у них идут такие площадки, такое общение, когда это было, чтобы вот просто, ну, наверное, в режиме еженедельного общения ректоры выходили на связь со всеми студентами, со всеми, это здорово. Но надо сказать, что практически все вузы, и нахоз, и медуниверситет, они достаточно оперативно перешли. И при этом они хорошо информируют об этой работе. То есть речь идет о студентах, которые уже сформировались, которые имеют базу, но вот младшеклассники, вот там... Что касается дошкольников, с ними эта работа практически, мы ее не видим, то есть есть какие-то детские сады, которые работают, что они проводят какие-то мастер-классы, что дети же могут что-то поделать, но это очень минимальный процесс. Это фактически оно и незаметно, то есть люди как-то... Вот школьники, это самая большая головная боль. Во-первых, все санитарные санпины запрещают нам такое количество времени, которое требуется для полного перехода на дистанционное образование, потому что само Министерство образования и науки тоже сталкивается с тем, что им приходится вырабатывать те форматы, которые не предполагались. Дистанционное образование, с одной стороны, это еще и образование, которое предполагает определенную силу воли, то есть нету вот этого внешнего организующего воздействия, нету учителя, который стоит рядом и видит, что ты делаешь, нет твоих соучеников, нет твоих... Атмосферы нет. Да, нет, вот всей этой атмосферы, которая тебя организует. И есть родители, у которого достаточно количество своих собственных проблем. Какая-то часть родителей все-таки продолжает ходить на работу, потому что есть врачи, есть те же самые представители органов исполнительной власти, есть таксисты и так далее. Есть часть родителей, которые продолжают ходить на работу, и ребенок остался один на один с гаджетом. Вторая часть родителей, которая дома, она не может ему помочь. И даже паблик Мэш публиковал наиболее одиозные высказывания именно дагестанских родителей по поводу их мнения по дистанционному образованию. Но как психолог я считаю, что все-таки для младших школьников дистанционное образование не должно существовать в принципе. Это вынужденная мера. Но мы понимаем, что это временная мера. Это вынужденная мера. Понятно, Марина. Но мы в целом по коронавирусу наверное будем уже завершать. Я бы хотел этого еще вопрос, который остатывается немножко на задний план в связи с более строгими, более жесткими вызовами. Но от этого не стало менее важным. Это вопрос о предстоящем референдуме по поправке в Конституцию. Да, он перенесен на определенный срок, но это тоже закончится и мы наверняка проголосуем, выскажем свою позицию. Вы как представитель и высшего образования, и как психолог, как ныне как чиновник наверняка у вас есть какие-то замечания или какие-то слова по этим поправкам. Особенно то, что касается конечно воспитания и образования. Я действительно человек, который очень заинтересован в том, что многие поправки, которые предлагаются, были приняты. Почему? Потому что для меня всегда очень важно было нравственное воспитание, образование и молодежная политика. И то, что предлагается сейчас, ранее оно в нашей Конституции не было прописано и это создавало сложности в дальнейшем развитии законодательной базы в этом направлении. В частности, у нас впервые в Конституции звучат слова молодежная политика и необходимость формирования здорового образа жизни. Это как раз те направления, за которые я отвечаю в нашем ведомстве Министерства по делам молодежи. И сама абсурдная ситуация, когда у нас нет даже закона о молодежной политике, она как раз таки была завязана на том, что потребность не формировалась, вот этот запрос от Конституции в наличии федерального запроса, он отсутствовал. Поэтому для нас, для Министерства по делам молодежи, то, что сегодня молодежная политика заведена в Конституцию, это очень важная поправка. Второй момент. Впервые звучит тезис о необходимости формирования целого пула образовательных программ, о том, что должны существовать документы, регламентирующие образование, в том числе высшее, профессиональное и общее на федеральном региональном уровне. То есть на сегодняшний день федеральные государственные стандарты, по которым готовят люди, они пустые. То есть это определенный перечень компетенций, то есть после окончания, несколько раз повторяю слово то есть, но я просто пытаюсь объяснить ситуацию. Федеральный государственный стандарт это документ, по которому готовят специалиста каждого направления. Сейчас они называются бакалавры и магистры. И в этом федеральном государственном стандарте написано, что он должен уметь, но не написано, что он должен знать, какие он должен пройти дисциплины, какие конкретно дисциплины формируют собственно эту компетенцию. Каждый вуз решал сам. То есть если я у себя в Дагестане считаю, что это будут такие дисциплины, в Дальневосточном федеральном университете это будут другие дисциплины, в Московском государственном педагогическом Это будут третьи дисциплины. И мне кажется, это неправильная ситуация. Мне кажется, что вот та поправка в Конституцию, которая требует единых подходов по всей стране, подготовки специалистов, это очень важная поправка. И мы будем понимать, что выпускник ДГПУ, МПГУ и ДФУ по какой-то специальности обладает хотя бы неким базовым представлением о своей профессии, абсолютно единым по всей стране, что не исключает регионального компонента. Для меня еще очень важная поправка является введение в понимание, что брак это союз мужчины и женщины. Потому что это еще не просто категория, которая для органов ЗАГСа, это еще и категория нравственности. Об этом можно долго говорить и делать отдельную передачу. Но для меня, когда европейские страны перешли на вариант родитель 1, родитель 2, они перестали думать о духовности и нравственности. И получается, что мы отходим от тех представлений, которые формировали нравственность человечества. И в частности, это те религиозные представления, неважно, будут ли это христианские, будут ли это мусульманские представления. Это был всегда союз мужчины и женщины. Только в таком браке рождаются дети, только в таком браке мы можем говорить о воспитании этих детей, таком достаточно хорошем и качеством, чтобы эти дети выросли и воспитали последующие поколения. Корневые основы. Да, это вот такие наши корни, устои и традиции. Я еще и говорю, что мы готовим волонтерский корпус, волонтеров Конституции. Сегодня у нас уже это полторы тысячи молодых людей и девушек, которые готовы идти к населению и разъяснять суть каждой поправки, для чего она и что она означает. Потому что поправок очень много. Вот меня волнуют те, которые связаны с образованием молодежной политикой. Кого-то может касаться религиозных каких-то основ, потому что впервые мы вводим в Конституцию понятие Бога и так далее. И вот для разъяснения вот этих всех поправок у нас уже готов, сформирован волонтерский корпус, который зарегистрированы все ребята на сайте Добровольцы России. Они проходили проверку и сертификацию. И мы уже приступаем к обучению этих молодых людей в онлайн-режиме для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, каждый житель Дагестана мог обратиться к этим волонтерам Конституции. Они будут действовать в разных таких точках открытых, где можно подойти, спросить, задать вопросы, получить какую-то листовку, памятку. Для нас очень важно, чтобы люди осознанно подходили. Степень осознания населением – это еще и степень нашей гражданской ответственности. Что ты не просто говоришь о Конституции, но ты понимаешь, зачем ты идешь голосовать. И какой смысл ты в это вкладываешь. И какую личную связь это имеет с тобой, с твоей семьей, с твоей республикой, с твоей страной. Спасибо, Владимир Тамарович, за столь развернутые ответы. Но мы завершаем нашу беседу. Напоминаем, что в программе «Подробности» мы говорили о той работе, которая проводится Министерствами Республики Дагестан в ходе противодействия конверсной инфекции и затронули вопрос референдума по поправке в Конституцию. В программе «Подробности» была заместитель министра «Пределом молодежи» Патима Тамарова. Вел программу я, Гавер Махатилов. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok